Микс Ньюз Утро на Болткоме Здравствуйте, доброе утро! Сегодня среда, 1 апреля, и с вами это утро на Болткоме проводит Олег Пек, Артём Липин. Доброе утро, звукорежиссёр Евгений Копеин. И сегодня, хоть и 1 апреля, но нам не до шуток, чрезвычайная ситуация, коронавирус, всё как обычно, хуже, к сожалению, как обычно. И сегодня у нас в гостях член Ассоциации финансовой отрасли, член правления Банка ЦИТАДЭО Владислав Миронов. Здравствуйте! Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро! Скажу сразу, что в гостях по скайпу, потому что мы все гости... Даже не по скайпу, по зуму. По зуму. Мы переводим всех гостей на удалённый доступ, поэтому не пугайтесь, если мы говорим, что кто-то у нас в студии. Да, и звукорежиссёр находится на расстоянии 2 метров от нас, поэтому и закон даже не нарушаем. По телефону прямого эфира скажу сразу, если у вас есть вопросы по поводу финансовой отрасли в связи с коронавирусом, то 672-12-93-9, 672-13-93-9, звоните нам или пишите по ватсапу 2-300-6191. Господин Миронов, ну, конечно, главный и основной вопрос, это как изменилась работа банков во время вот этой пандемии, во время чрезвычайной ситуации. Понятное дело, что стало тяжелее, но как-то, насколько тяжелее и видится ли какой-то просвет в ближайшем будущем? Я думаю, что мы, как индустрия, достаточно быстро пытались реагировать на все изменения, пытались интенсивно переводить обслуживание клиентов на удаленное, меняли работу наших филиальных сетей. Если посмотрим сегодня, то практически большая часть финансовых учреждений обслуживает клиентов по записи. Мы пытаемся убедиться о том, что клиенты не находились за пределами Латвии, и в течение последних 14 дней у них не был контакт с людьми, у которых могут быть посылки к вирусу. Также мы ввели строгие требования по количеству клиентов, которые обслуживаются в филиалах. Все банки запускают по 5 клиентов максимум. Мы видим, что есть, конечно, клиенты, которые не совсем пользуются всеми этими условиями, пытаются все-таки подходить в филиалы, даже будучи в контакте или за границей. Несколько банков, в том числе и Титаделла, и СЭБУ, пришлось закрывать филиалы на синфекцию. То есть мы видим, что эта ситуация требует, наверное, повышенного контроля, повышенного внимания со стороны банка. Но работают филиалы у вас? Не закрываются физические, я имею в виду? Физические филиалы продолжают работать в нормальном режиме. Я могу сказать, по своему банку, у нас запись практически на 2-2,5 дня вперед. И клиенты продолжают ходить. Мы, в свою очередь, продолжаем трансформировать все услуги и максимально переводить клиентов в нормальный адрес. А как записаться? То есть если человек хочет прийти физически, ну, скажем, какие-то вопросы, которые он бы хотел решить лично, каким образом он может встать в очередь, записаться? Он может позвонить в контактный центр. Практически этот процесс очень похожий у всех финансовых учреждений. Кто-то создал запись, используя интернет-банк. В нашем случае, кто-то связался с нашим контактным центром и договорился о бреме филиале. Дальше клиенты непосредственно встретятся, убедятся в том, что он здоров и примут на обслуживание филиале. Коронавирус и вся эта пандемия COVID-19 приходит, понятное дело, не одна. Уже сейчас мы видим падение экономики и в Латвии, и по всему миру. И специалисты говорят о том, что в ближайшем будущем станет только хуже. И припоминают уже, конечно, финансовый кризис 2009 года. Банки, или лично ваш банк, в банк, в котором вы работаете, какие-то предпринимают меры, уже готовясь к будущей экономической яме? Или, может быть, все не так страшно, как нам кажется со стороны? Каждое финансовое учреждение, я думаю, в данной ситуации оценивает сценарий развития экономики. На самом деле, очень сложно судить по всей ситуации. Посмотрим, хотя бы пару недель назад прогнозы были, что этот вирус уйдет за несколько недель, и мы вернемся к нормальной, стабильной ситуации на рынке. А в прошлой неделе уже даже в Центробанке и Латвии, и Литвы, вышли с немножко более худшими прогнозами развития экономики. Мы видим, что экономика в Латвии, скорее всего, в этом году по внутриволновому продукту упадет примерно на 6,5%. Литва прогнозирует падение от 3 до 20%. Вчера американский банк Goldman Sachs вышел с прогнозами экономики до 30% с увеличением безработицы. Мы видим, что ситуация меняется каждый день. И, конечно, финансовые учреждения в данной ситуации пытаются искать способы поддержки своих клиентов на уровне ассоциации. Мы очень активно работали и с регулятором, и с АЛКУМом для того, чтобы обеспечить гарантии и с возможностью отложить платежи по кредитам как для физических лиц, так и для юридических лиц. На сегодняшний момент программа физических лиц доступна практически в каждом банке. Это позволяет клиентам, которые непосредственно у них есть проблемы, связанные с коронавирусом. Они потеряли работу, потеряли часть своего дохода, претендовать на возможность отложить основную сумму по кредиту от 3 до 12 месяцев. Совместно с АЛКУМом мы запустили программу, она доступна уже с 24 марта. Все юридические лица, у которых работа как-то задействована на результате коронавируса, могут поднимать на гарантию до двух лет, опять-таки, на возможность отложить основную сумму по кредиту. А как все-таки... Да, вот вы сказали, кто связан с коронавирусом, а как это будет все-таки определяться? То есть необходимо будет... Это те сферы, которые были названы правительством, как наиболее пострадавшие работники, не знаю, там... Туризма. Туризма или там ресторанного бизнеса. Или у вас какие-то свои критерии? Что касается компаний, есть определенные критерии, на основании которых мы совместно с Огентом АЛКУМ оцениваем, может ли данная компания претендовать на гарантии. Как основной критерий – это падение оборота по сравнению с периодом до коронавируса. То есть мы сравниваем стабильность компании, ее работы в прошлом году, начало этого года, и что произошло с оборотом компании непосредственно в марте. Но ведь такое падение может быть связано не только с коронавирусом, а, скажем, с сезонными просто бизнес, который весной не актуален. Именно поэтому мы смотрим и весь прошлый год, смотрим за финансовые показатели компании за прошлый год и оперативные финансовые показатели за это. А физические лица могут ли претендовать на какое-то послабление? По физическим лицам, как я уже сказал, это индивидуальный подход практически каждого банка, и сегодня эти программы запущены во всех крупных банках. От 3 до 12 месяцев банки предлагают возможность отложиться под платежи по кредиту. Говоря о физических лицах и о кредитах, одним из признаков кризиса 2009 года в то время был еще тот факт, что люди стали намного меньше брать кредиты и стали выводить свои активы из банков. Сейчас есть какое-то такое, что тоже меньше кредитов стали брать, больше выводить финансы, или пока это еще не чувствуется так сильно? По кредитным продуктам мы, правда, видим спад. Мы видели этот спад практически с момента, когда была анонсирована пандемия в стране. Очень много клиентов, которые на тот момент, у них уже были подписаны договора по ипотечным кредитам, они принимали решение отложить. Многие клиенты хотят подождать момент снятия пандемии, решение о покупке новой недвижимости. В свою очередь, есть много клиентов, которые продолжают обращаться к банкам с вопросами о покупке недвижимости. Что касается депозитов и вкладов, на сегодняшний момент мы не видим опроса, мы видим такой обычной повседневной жизни. Я думаю, что практически все адаптировались к новой среде. Мы живем уже несколько недель в новой среде, где, наверное, одним из самых важных моментов становится дигитализация. Много клиентов все-таки пытаются пользоваться электронными платежами. Продолжает расти количество клиентов, которые пользуются интернет-банком, мобильными приложениями. Здесь же важно, наверное, упомянуть, что финансовая ассоциация приняла решение увеличить лимит бесконтактных платежей на карточке. Сегодня бесконтактными картами в магазинах можно рассчитываться до 50 евро. Мы все время пытаемся искать новые способы, как улучшить процессы и сделать дигитализацию взрослых клиентов такими, чтобы мы, возможно, проще преодолели данную комиссию. Вы сказали, что продолжают в банк выдавать кредиты, но изменились ли условия, учитывая риски? Сегодня еще человек считает себя имеющим стабильный доход, но что будет завтра, очень сложно сказать. Насколько банк легче или, наоборот, более трудно получить кредиты? Я имею в виду физическим лицам. Думаю, что первый факт, что нужно брать во внимание, мы практически в большей части наших учреждений продолжаем индивидуально рассматривать все кредитные заявки. Что важно, это то, чтобы у человека был постоянный доход и, наверное, был гарантированный постоянный доход, что является гарантией того, что клиент сможет вернуть данный кредит. И мы, конечно, будем оценивать, осматривая новые кредитные обязательства, стабильность индустрии, стабильность компаний, в которых работают клиенты. То есть, да, критерии, они меняются, они менялись в период прошлого кризиса, я думаю, что они будут меняться и в период данной ситуации, которая сложилась на рынке. То есть, например, если человек работает в отрасли туризма или, скажем, в компании AirBotek, например, то есть те компании, которые сейчас теряют большое количество своих работников, увольняют или отстраняют, этот человек вряд ли может рассчитывать на получение кредита, потому что его отрасль очень нестабильна сейчас. Возможно, да, либо, возможно, это будет значительно меньше суммы кредита. Что нужно понимать в данной ситуации? Очень часто, наверное, есть такая реакция, банки в какой-то момент становятся меньше кредитовая, но у нас, как у финансовых учреждений, есть еще определенная ответственность. Мы должны обеспечить, чтобы наше общество не шагнуло в большие долговые обязательства и в конечном итоге не оказалось с этими долговыми обязательствами в период, когда уменьшаются доходы. То есть мы в данной ситуации, наверное, должны балансировать между ответственным кредитованием и кредитованием тех клиентов, которые на самом деле в сегодняшний момент мы можем предоставить. Банковская система в Латвии, как известно, не самая стабильная. У нас за последние несколько лет закрылось достаточное количество банков. Вот сейчас, в эти грядущие тяжелые времена, банки как-то сотрудничают друг с другом, помогают друг другу? Или это все-таки больше каждый сам за себя ситуация? Мы на уровне ассоциаций практически с первого дня анонсирования пандемии сотрудничали, а ассоциация действует очень активно. У нас есть постоянный диалог с государством, с комиссией надзора, с той же, как АЛТУ. То есть если посмотреть количество вещей, которые мы сделали совместно, как организация, он достаточно большой. Например? Мы поменяли способ, как пожилые люди могут оплачивать счета. На сегодняшний момент мы прилагаем пожилым людям возможность оплаты счетов, используя телефон, для того, чтобы избежать их необходимости им посещать филиалы. То есть эта инициатива непосредственно была связана с сотрудничеством всей ассоциации и регулятора. Как видите, мы увеличили возможность клиентам оплатить с контактными картами. Лимит подняли до 50 евро. И здесь нужно понимать, что это было внутреннее решение банков. Если бы мы шли официальным процессом с согласованием с визой и мастер-картом, этот процесс занял бы несколько месяцев. Мы продолжали работать активно с государством и с АЛТУМ для того, чтобы утвердить программу гарантий юридическим лицам. Это была очень интенсивная работа к комитету по кредитованию ассоциации АЛТУМ. Данная программа была утверждена Кабинетом министров и Европейской комиссии. И этот список можно продолжать. У нас идет достаточно интенсивная, повседневная работа, как мы, как ассоциация, как индустрия пытаемся решать данную проблему. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Это телефоны прямого эфира. Также пишите нам по WhatsApp 2-300-6191. Напомню, сегодня мы разговариваем с членом ассоциации финансовой отрасли, членом правления ЦИТАДЕЛА Владиславом Мироновым. Ну и, наверное, еще возвращаясь, может быть, к кредитованию, насколько сейчас набирает популярность, может быть, реструктуризация кредитов, когда люди, у которых несколько кредитов, все-таки понимают, что им выгоднее было бы их объединить и каким-то образом договориться с одним банком, может быть, как раз и об отстрочке платежей, уменьшении выплат, чтобы как-то уменьшить это финансовое давление на свой бюджет. На сегодняшний день мы пока не видели большого спроса по объединению кредитов. Наверное, если братья внимание, опыт прошлого кризиса, то количество таких запросов, наверное, появлялось где-то спустя какой-то период времени, когда у людей значительно менялись доходы. В свою очередь, что мы видели за несколько прошлых недель, с момента, когда были запущены программы возможности отложения основной суммы по кредитам, то был большой интерес, но много из этих звонков было проверить, какие возможности финансовые учреждения предлагают. Мне просто интересно, на момент, если они столкнутся с такой ситуацией, что они смогут делать. Количество заявок на сегодняшний момент с просьбой отложить основную сумму по кредитам еще не значительно. Насколько вы чувствуете, выемка денег в банкоматах увеличилась или нет? О чем это может свидетельствовать эти данные? Потому что часто бывает, что во времена чрезвычайных ситуаций люди бегут снимать деньги, потому что они боятся, что вдруг произойдет какой-то коллапс, что они не смогут воспользоваться карточками, или вдруг отключение электричества. Какие-то такие чрезвычайные вещи. Вы не чувствуете таких, чтобы в банкоматах снимали чаще деньги? Или есть ли какие-то ограничения, которые отменяются, или наоборот ужесточаются? Нет никаких ограничений по снятию наличных денег. Процесс снятия наличных денег, он точно такой же, как он был и до ситуации пандемии. Но что мы видим, продолжает расти количество платежей все-таки карточками. Количество снятия наличных денег, оно, в принципе, стабильное, оно никак не увеличивается. Вырос очень сильно спрос на платежные системы в интернете. То есть мы видим, что количество запросов от юридических лиц, которые хотят принимать карточные платежи в интернете, вырос практически в 10 раз. Это статистика нашего банка. Мы видим, что вырос практически на 20% спрос на мобильные посттерминалы. То есть возможность, опять-таки, тем же курьером принять платеж при доставке продуктов. То есть немножко меняется, наверное, экономическая ситуация, в которой мы живем. Люди все больше и больше пытаются использовать безналичные платежи, а у банков растет спрос на данных услугах. То есть, может быть, это как раз связано с тем, что некоторые люди боятся того, что наличные деньги могут быть источником заражения вируса. То есть, ну, если человек больной держал в руках эти деньги, то вирус может остаться на банкнотах и монетах? Возможно, возможно. То есть мы, ну, может, мы можем посмотреть, как выглядит статистика в тех странах, которые уже проходят период коронавируса. Мы знаем, что вирус остается практически до 72 часов на некоторых поверхностях. Возможно, люди, понимая этот факт, все-таки пытаются избегать контакта с теми вещами, которые они являются в контакте постоянно. Если мы говорим, вы уже немножко ранее затронули, этот вопрос о помощи правительства. Все это время правительство принимает многие меры помощи и разным бизнесам, и разным отраслям. В общем, банковская сфера, довольны ли вы тем, той помощью, которую предлагает вам государство? Или могло бы быть больше? Я думаю, что, как все уже сказал, мы сотрудничаем совместно с государством, мы участвовали во многих процессах создания гарантированной программы. Да, но, скажем, туристическая отрасль тоже участвовала вместе с государством в создании программы, а потом оказались недовольны многие представители. Я просто думаю, может быть, банковская сфера есть такое, что вы хотели бы, чтобы было, но, к сожалению, не приняли. Я думаю, что в данной ситуации мы нашли все совместные решения, которые на данный момент удовлетворяют индустрию, и мы продолжаем диалог по определенным направлениям, где мы видим, возможно, государство может помочь больше нам, как финансовой индустрии, и непосредственно нашим клиентам. Потому что я думаю, что здесь самое главное в этом кризисе – это обеспечить стабильность компаний, которые являются работодателями, что, соответственно, обеспечит нам по возможности быстрое восстановление и рост. Это, наверное, является целью нас, как финансовой индустрии, и это тот диалог, который мы будем продолжать государством. Да, насколько сам банк «Цитаделы» испытывает, скажем, какие-то влияния этого кризиса, и ожидаются ли какие-то сокращения, может быть, работников банка, или этого не планируется? Вы знаете, если мы посмотрим на нашу ситуацию, мы в плане дигитализации сделали очень большие шаги уже до этого. У нас до момента кризиса практически 95% наших клиентов пользовались мобильным приложением, интернет-банком для своих усидневных нужд. Наш самый большой филиал уже на протяжении полтора года – это наш удаленный филиал «Скайбранч». Это, получается, наш филиал, который на данный момент работает больше, чем 100 людей, своего рода контактный центр, который обеспечивает поддержку нашим клиентам в мобильном приложении, в интернет-банке. То есть на тот момент мы уже испытывали большую дигитализацию. Что мы сделали как организация? Мы перевели 90% наших работников за прошлые две недели на работу в дом. Мы ввели определенный процесс, как мы работаем, разбили весь банк на АЮБ-команды, то есть обеспечить полную контроль ситуации и избежать возможности распространения вируса внутри организации, если, к примеру, заболеет вся команда. То есть на сегодняшний момент 90% наших организаций работают удаленно, и, как видите, мы продолжаем в течение нескольких недель обеспечивать уровень сервиса. То есть наша первая задача – это перейти в эту новую рутину и обеспечить, что все наши работники могут удаленно обслуживать наших клиентов, поддерживать стабильную работу в мобильном. Как вам кажется в целом, когда все-таки эта пандемия закончится, чрезвычайная ситуация будет снята, насколько люди или организации останутся в этом удаленном пространстве? То есть, может быть, вы сами сказали, увеличилось во много количества раз интернет-платежей и использование интернет-магазинов, интернет-банков. Многие компании, в том числе ваши, переслили на более удаленную работу для всех. Насколько это может сохраниться и после окончания этой ситуации? Или все-таки вам кажется, что это откатится назад безвозвратно? Я думаю, что здесь во многом любая ситуация, схожая с коронавирусом, любой кризис, он меняет привычки. У нас были некоторые привычки, которые мы, наверное, хотели поменять, но не могли. Мы очень много говорили о том, что медицина не может быть удаленной, мы очень много говорили о том, что школы не могут быть удаленные. Давайте посмотрим на сегодняшнюю реальность. Многие из этих вещей сегодня становятся удаленными. То же самое касается и финансовых направлений. Много вещей мы по привычке продолжали делать, физически обращаясь к филиалу, хотя на самом деле они уже очень долго и в период времени были доступны удаленными. Мое предположение, что поменявшись этим привычкам, они, скорее всего, останутся, мы привыкнем к этой дигитализации. А что касается компаний, я думаю, что многие компании сегодня смогли для себя понять, что они могут быть насколько же эффективны, работая удаленно, как они были бы эффективны, находясь все в одном помещении. Я слышал очень много комментариев от своих коллег сейчас о том, что они видят, что они работают намного более продуктивно и интенсивно, находясь дома, чем когда они находились в физическом офисе. И могу сказать из своего личного опыта, работая с глобальными командами практически на всех континентах, это так и есть. То есть работая дигитально, работая удаленно, мы можем достичь более большой эффективности. При этом мы можем сохранить свои поддержки своего бизнеса намного меньше. То есть мы, возможно, будем заходить в совсем другой период экономики, где мы будем более эффективными. и у нас, наверное, поменяются приоритеты. И, возможно, часть того времени, которое мы тратили на то, чтобы добраться до работы, то, чтобы, скажем так, потратить какое-то время на какие-то разговоры, мы будем эффективно тратить на выполнение вещей, связанных с бизнесом, ну и, возможно, уделять больше времени им на себя. Давайте допримем звонок нашего слушателя. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. У меня вопрос такой. Относительно людей, но сотрудников, которые массово сейчас уходят, ну, уже сейчас есть и остаются на удаленной работе и потенциально останутся и после проходения этого кризиса, каким образом планируется и планируется ли мероприятие по сплочению коллектива, так называемые корпоративы и так далее. Это все эти планы, как, и, ну, основной по тематике. Спасибо. Корпоративы, можно ли проводить их по удаленке? Я могу сказать вам, наверное, ну, если, опять-таки, немножко возвращаясь к своим опыту, то команда, которую я руководил примерно 7 лет назад, она работала в Америке, в Азии и Европе. И каждый день мы работали интенсивно, используя дигитальные решения. То есть, так же, как сегодня мы говорим по Zoom, мы работали по WebExo. Мы видели друг друга через веб-камеру. У меня всегда было одно правило. Обязательно раз в месяц на два дня до недели мы все собирались в одном из глобальных локаций. И работали очень интенсивно, как команда. Потом мы опять возвращались в удаленную работу и продолжали работать удаленно. Когда ты собираешься как команду, конечно, большое время тратится на то, чтобы эта команда была сплоченная, чтобы люди узнали друг друга, узнали друг друга выше в неформальной обстановке. Я думаю, что что-то похожее будет происходить, трансформируясь общество в дигитальную среду и пытаясь работать удаленно. То есть, люди будут все равно встречаться как команды, будут организовываться встречи, чтобы сплотить коллективы. Переход на удаленную работу не значит тонны отказ от контакта и физического общения. Я могу сказать по своему опыту, отвечая на прослушателю, на своей второй работе преподавательской. У нас вот, собственно, в эту субботу и был корпоратив по Зуму. Каждый сидел дома с напитками по своему выбору, и мы прекрасно общались. Это, конечно, не то же самое, но учитывая ситуацию, в которой мы все находимся. Да, я все-таки вернусь к своему вопросу. В третий раз попробую его задать. Мобильные операторы в Соединенных Штатах Америки сотрудничают сейчас с полицией. Это делается для того, чтобы все-таки передавать данные о людях, которые не соблюдают карантинный режим, совершают какие-то длинные поездки, выходят из дома. То есть это, ну вот, обмениваются информацией. У вас, я понял, что все-таки вы видите, опять-таки, если человек тратил деньги за границу, это очевидно, он выезжал за границу, может быть, он не хотел там ставить в известность, ну, до закрытия, может, границ. Но насколько вот эта информация, я понимаю, ну, тоже может ли она помочь выявить каких-то злостных нарушителей, которые... И передаете ли вы эту информацию полиции, и обязаны ли вы это делать, или это по велению сердца? Ну, во-первых, мы, каждого клиента, который обращается к нам, и у него есть желание быть обсужденным в феврале, мы просим заполнить подтверждающий документ о том, что в течение последних 14 дней он не был в контакте с человеком, зараженный коронавирусом, или не находился за границей. Во-вторых, каждый клиент, который записывается на данную консультацию, после полной идентификации клиента, мы посмотрим, находился ли данный клиент на территории Латвии. Если мы не можем идентифицировать клиента, конечно, мы не можем посмотреть его данные, не можем убедиться в данной информации, но мы пытаемся в случае доступа к информации, и, конечно, обеспечить максимальную безопасность наших работников и избежать отстранения вируса. Хотел бы еще здесь одну вещь добавить. Нужно понимать, что такие безответственные люди, которые все-таки обращаются в финансовые учреждения, они не только подвергают риску финансовых учреждений, они также увеличивают расходы финансовых учреждений, потому что нам нужно закрывать филиалы, нам нужно делать полную дезинфекцию филиалов, и из-за этого страдают непосредственно те люди, которые могли бы получить сервис в данный период времени. Да, ну, по поводу финансового учреждения понятно, вы сохраните свою безопасность, но вот, скажем, вы проверяете какого-то клиента и видите, что неделю назад он был, скажем, в Италии, ну, там, снимал деньги с карточки или проводил какие-то платежи, находясь в Италии. Вы обязаны позвонить в госполицию, сказать, вот этот человек был в Италии, но при этом собирается выходить на улицу? Или вы не должны этого делать, но все-таки делаете? Или вообще, как бы, это чисто ваше дело? Нету никаких юридических вещей, которые нас обязывают к этому. Опять-таки, я возвращаюсь к тому, что если этот клиент обращается к нам в филиал, и он не соблюдал правила, он подписался под тем, что он нигде не был, а на самом деле был, мы это узнали, нам пришлось закрыть филиал, в данной ситуации мы обязаны информировать предпринимательные органы о том, что человек нарушил закон. В случае того, что у нас есть информация о платежах, у нас нет обязательства данную информацию разглашать. Ну, это такая коммерческая тайна каждого конкретного оптического лица, где он был, какие сделки он делал. Как вы считаете, все-таки, какое влияние на экономику Латвии окажет этот коронакризис, если его можно так назвать, и какие последствия все-таки могут быть для нашей страны, ну и в рамках, конечно, Европы в целом? Ну, опять, наверное, сложно судить о конечном ситуации, как назовёмся, и как я уже до этого упомянул и прогнозы Литовского Центробанка и Латвийского Центробанка. То есть, понятно, что у нас будет падение в экономике. Мы будем очень сильно, наверное, зависеть от ситуации, которая сложится во всем остальном мире. Даже если мы сможем взять полностью под контроль ситуацию с коронавирусом внутри Латвии, Балтии, и мы откроем активное передвижение, встанет вопрос, что будет подходить с нашими компаниями, что будет подходить с экспортом, насколько хорошо смогут работать именно тот бизнес, который у нас, в принципе, есть в стране, а всё-таки потребление, которое у нас находится внутри нашей страны, оно минимальное. То есть для нас очень важно, чтобы открылась европейская и мировая экономика, и тогда мы сможем полноценно развиваться. То есть я думаю, что нам нужно рассчитывать на то, что у нас будет какой-то период спада, у нас, возможно, будет расти безработица, и нам надо быть к этому готовы. Но в свою очередь, если мы посмотрим на прогнозы, все ожидают достаточно быстрое восстановление мировой экономики. Прогнозы, которые мы посмотрим на сегодняшний день, как пример, тот прогноз американского банка Goldman Sachs, который вышел с прогнозом вчера, они говорят, что американская экономика упадет на 34%, безработица будет в районе 15%, но они ожидают, что уже с конца 4 квартала будет очень быстрое и резкое восстановление американской мировой экономики. То есть мы видим, эта ситуация меняется практически каждый день. Ну, вы правильно заметили, что ситуация меняется практически каждый день. Вчера министр здравоохранения Илуза Винклла сказала, что велика вероятность того, и ее продерживает премьер-министр, скажем, Кричин Скарнич в этом, что чрезвычайная ситуация, режим чрезвычайной ситуации в Латвии будет продлен еще на 3 месяца, ну, то есть фактически до середины июля. Если такое произойдет, по вашему мнению, готова ли финансовая отрасль к еще 3 месяцам нахождение вот в таком режиме? Или это уже станет критическим каким-то грузом? Ну, как вы видите, мы сегодня уже перешли, наверное, в такую новую норму. Мы стабилизировали свою работу. Все филиалы продолжают работу, по записи. Продолжаем обслуживать клиентов, исходя из новых процессов. Банки обеспечивают большую часть работы удаленно. Я думаю, что мы на сегодняшний момент, как индустрия, готовы к следующему предприятию. Да, у меня вопрос, связанный вот все-таки с двумя стратегиями поведения обычного человека, потому что они противоречат друг другу. Эксперты дают какие-то вот разные рекомендации. Одни говорят, что в период кризиса лучше не делать никаких больших трат и вообще стараться исключить любые траты, пытаться копить деньги. Другие же говорят, что для того, чтобы экономика быстрее восстановилась, необходимо, чтобы люди жили в прежнем режиме, покупали, и это может очень сильно навредить именно экономике. И поэтому вот как раз таки я понимаю, что президент Трамп пытается раздачи денег, там по тысяче долларов каждому человеку, гражданину Америки, пытается стимулировать вот это потребление. Вот какая из этих стратегий вам кажется более правильной, потому что нельзя сразу и копить, и тратить? Мне, наверное, все-таки больше импонирует тот подход, что в период, когда мы шагаем в такую сложную ситуацию в экономике, наверное, количество финансовых средств, которое будет не потрачено, оно либо поможет быстрее пройти через следующую волну затруднений, а в случае следующей волны затруднений не будет, оно позволит людям как раз таки что-то получить от сложившейся, худшейся ситуации на рынке, когда она начнет улучшаться. То есть, наверное, все-таки важно иметь эту подушку безопасности, финансовых средств в период, когда у нас появляется сложная ситуация на экономике, нужно пересмотреть свои затраты, пытаться их уменьшить, чтобы данная подушка финансовых средств все-таки, наверное, продолжала хоть как-то увеличиваться, либо оставаться, но и в случае изменения ситуации в экономике, наверное, те деньги, которые останутся у людей, они откроют новые возможности на какие-то более выгодные покупки, потому что, как мы знаем, в период кризиса могут происходить изменения цены на недвижимость, и, возможно, появятся возможности приобрести вещи после экономического спада по более выгодным ценам. Пришел вопрос по WhatsApp, ну, нам уже пора заканчивать, может быть, это будет последний вопрос, вопрос, который звучит больше как экономическая задачка, но, видимо, человек это волнует. Вопрос такой, если в первом банке я возьму кредит по 20% годовых, а потом перекредитую долг во втором банке по 30% годовых, то какой будет общий процент годовых долга? Во-первых, банк под 30% годовых не сможет выдасть кредит, потому что нас ограничивают процентные ставки, и максимальная процентная ставка это 24%, которые банки могут на сегодняшний момент финансировать. Задача не имеет решения, потому что некорректно составлены условия. Наверное, мы подойдем к такой, более позитивной ноте, благодаря этому вопросу мы завершим наш диалог. Спасибо большое. У нас, хочу сказать, все время в гостях, ну, можно сказать, и в гостях, и удаленно был член Ассоциации финансовой отрасли, член правления Банка Цитаделла Владислав Миронов.